Мешает реклама? Жми на крестик в верхнем правом углу. Добрый день, точнее здесь уже вечер. Меня зовут Гудников Виктор, я из Тюмени. Приехал сюда на спецтренинг по бизнесу, вот на вот этой машине. Это мой автомобиль Nissan Pathfinder. Езжу я на нем 5 лет, турбодизель. Как я попал в бизнес, я объясню. Вот эта машина у меня заболела. Просто-напросто в один прекрасный день она перестала ехать. С утра ехало все нормально, а вечером, ближе к вечеру, перестало тянуть. С трубы варил черный дым, как с плохого КамАЗа. И я ехал на аварийке 20-30 км в час. Меня догнал парень. Я вообще занимаюсь, у меня свой собственный бизнес, металлообработка. И сзади, можно кстати пройти, посмотреть, у меня есть телефон. Мой телефон и то, чем я занимаюсь в Тюмени. Изделия из Нерджейси стали под заказ. Металлотюнинг автомобилей. Так вот, Артем, кстати, платиновый партнер компании FFI. Он догнал меня, говорит, позвонил по этому телефону, по сотому. Говорит, это вы засоряете небо? Я говорю, ну да, я. Он говорит, а что, заправили дряни какой-то? Я говорю, вы знаете, наверное. Он говорит, есть решение вашей проблемы? Примите вправо, остановитесь, поговорим. Я, честно говоря, думал, моторист, дизелист, обрадовался. Думаю, господи, спасибо тебе, неужели это вот нашел я человека? У нас проблема с мотористами в Тюмени, с дизелистами именно. А у меня давно уже сочится первый горшок, макрит, и я не знал, как решить это. А тут еще и задымило, зачадило. Остановились. Он мне дал ссылку, прав ТВ. Говорит, посмотрите тест-драйв, потом с вами созвонимся и переговорим. Я в этот же вечер зашел на тест-драйв, посмотрел. Внимательно все посмотрел и решил попробовать промывку топливной системы. Потому что безвыходное положение, мне утром нужна машина. И так получилось, что в этот день тест-драйв ввел именно Артем, этот человек, который меня догнал. Я ему тут же в 12 часов, точнее, 12.40 ночи, я позвонил ему, говорил, Артем, я сейчас подъеду, мне нужна промывка. Подъехал, он говорит, вот, цена промывки такая-то, вступите в клуб, будет в половину дешевле. Я говорю, это ни к чему не обязывает. Он мне, говорит, ни к чему не обязывает. Просто у меня будет основание продать вам по партнерской цене. Я говорю, давайте так, завтра я вступлю в клуб, я вам обещаю, продайте мне сегодня. Я тоже хочу сэкономить, как любой человек, понимаете. Тем более на сайте я услышал о том, что есть еще и биокатализатор горения топлива, который позволяет экономить. У меня 4 машины в предприятии, 2 Газели, Ниссан Подфайнер и BMW 520 у сына. У нас семейный бизнес. Поэтому математика сработала четко и хорошо. Я тут же прям при нем залил эту промывку, взял у него по партнерской цене, еще не вступив в клуб. На утро я поехал, конечно же, вступил, как обещал, слово мужчины, закон для любого человека, нормально, здравомыслящего. Так вот, я залил промывку в бак, прям при нем открыл. У меня на остатке было 70 литров. Залил и поехал. Доехал до дома, он живет от меня километра полтора, может быть. Я поставил машину, а утром у меня была задача выехать на трассу. И мой моторист, который ремонтирует бензиновые мои автомобили, говорит, ты выедешь на трассу, прогони ее, дай ей продуться. Может быть, забила топливную систему. На третьей передаче 8 километров до красной стрелочки, не доводя на тахометре, дай ей продуться. Я решил, думаю, в 5 часов утра встану, чтобы никого на трассе не было, ни милиции, ни машины не мешали, и поеду. Так вот, в 5 утра я вышел, завел этот автомобиль и был в таком, мягко сказать, шоке. Радостном шоке, потому что я не понял, что случилось. Я вышел из автомобиля, обошел его. С трубы дыма никакого не было. Немножко коптил он у меня, да, потому что, как выяснилось, у него прогорела головка блока царапана. Нет, и слава богу, что она прогорела тогда, когда я не успел попробовать биокатализатор. Если бы я какое-то время назад залил бы его, и пришло время просто прогореть этой головке, то на что бы я грешил? Конечно бы на него. И слава богу, что так не получилось. Так вот, машина завелась, я поехал на трассу со скоростью 120-140, не понимая, зачем мне надо, ну, думаю, надо все равно дать продуться, раз сказали, как бы, надо выполнить. Прогнал я от Олку, она у меня поехала, машина. Вот и все, я дождался утра, когда люди все проснутся уже, перезванив Артем, говорю, Артем, что это было? Он говорит, а что? Я говорю, ну вот такая, я говорю, вышел, машина завелась. Кому расскажи, скажешь, ты сказочник, да и все. Он говорит, да, не ты первый, не ты последний. Так вот действует. Тебе понравилось? Я говорю, конечно, понравилось. Буст пробовать будешь? Я говорю, конечно, о чем ты говоришь? Все, но буст попробовать на нем я не успел. Почему? Потому что поддымливание оставалось, небольшое поддымливание. И раз у меня макрит первый горшок, я решил сделать замеры компрессии. Сделал замеры, компрессии нет. Сняли головку блока цилиндров, оказывается, она прогорела. Даже не прогорела, лопнула, так скажем, между клапанами, на первом и на четвертом цилиндре лопнула. Как мне сказали, это от некачественного топлива. У нас, говорит, нет в России дизельного топлива. А я говорю, что дизельное топливо плохое? Они говорят, забудь слово дизельное топливо. В России нет дизельного топлива, есть соляра. Все. Я отремонтировал головку блока цилиндров. Кстати, у меня есть фотография, я всем своим партнерам на спецтренинге раздал эту фотографию, о том, как работает промывка. Когда головку сняли, кому бы я не показывал, мотористам, они говорят, ты что, чистил ее? Я говорю, нет, вот промывку отъездил. Ну, еще литров 20 без промывки я поездил, правда. Но вот эта головка, я сам не раз снимал головки блока цилиндров. И знаю, что такое машина с пробегом 130 тысяч. Дизель! Какая должна быть голова? И какая она там после промывки? Для меня это был шок. Так скажем, потому что головка была в идеальном состоянии, вычищена. Как будто ее взяли и щеткой почистили. Вот. Сейчас я отремонтировал головку, приехал на нем сюда. Вот. Уже на новой голове. И по дороге начал использовать крамс. Это продукт для дальнобойщиков. Почему использовать? Потому что у всех есть таблетки, я попробовал на газели. У меня две газели. 20% экономия в среднем. На BMW мы попробовали буст. А на подфайндре я решил попробовать крамс. Вот. Поэтому с первого бака у меня уже была экономия 10, примерно 12%. И потом она резко пропала. Приехав сюда, я и приехал, в общем-то, поучиться, поговорить с партнерами. Выяснилось, что мне сказали дозировку для бензиновой машины. Получается, мне надо было 7 мл разведенный в топливе, крамса разведенного начинать. А я начал с 5 и понижать. А мне надо было с 7 и до 6. Так вот, сейчас в обратную дорогу я уверен на 100%, что я получу экономию с нее 20%. Это однозначно. Потому что, когда я залил 5 мл ниже самой низкой нормы, у меня уже была экономия 10-12%. Я видел ее. Приемистость, правда, на нем, как многие говорят, меняется. И на Газели у меня приемистость поменялась. На БМВ приемистость поменялась. Машины просто агрессивные стали, не узнать. На этом не произошло. Но двигатель стал работать на дизельке, как будто бензиновый. Кто дизелисты ездят, они знают, как работает, как трактор работает дизель. И он стал работать мягенько. Даже жена у меня не водитель, и та заметила. Я говорю, Ань, может быть мне кажется? Она говорит, да нет, по-моему, действительно тише. Приемистость не поменялась. Ну, посмотрим, что будет в обратную дорогу. Но то, что экономия на нем была, это факт. Поэтому я сейчас в бизнесе. Я сейчас уже на сегодняшний день серебряный партнер, сильвер. Закрыл этот статус здесь, на спецтренинге. Я приехал сюда поучиться, как работать в интернете, как правильно разговаривать с людьми, как правильно, не пугая людей, доводить их. Всем советую и приглашаю в бизнес. Потому что здесь вы хозяева самому себе, сами себе. Этот бизнес как от студента, так до пенсионера. Здесь на спецтренинге девушка беременная на шестом месяце. Она приехала, занимается. Пенсионеры. Это... 76 лет. 76 лет человеку. Я... О чем я жалею, знаете... О чем я жалею, войдя в этот бизнес, только об одном. Что мне не 25, а 45. О том, что мне бы сейчас вот годы вот этих ребятишек, я бы порвал все на свете. Я на сегодняшний день, работая всего 3 недели активно, работая, потому что в бизнесе я уже 3 месяца. Почему 3 недели активно, объясню. Я полтора месяца, два месяца использовал его на своих машинах. Потому что у меня партнеры по моему бизнесу, по металлообработке, солидные люди. И обманывать их я не могу. Я не могу им втюхать пустышку, болванку, затащить их неизвестно куда. Поэтому я все это попробовал на себе, я уверен, в продукте. Ну, а те, кто сомневается, продолжайте сомневаться. У меня голова прогорела без биокатализатора. А если она даже когда-то, может быть, прогорит, как мне говорят, да посмотрим на тебя через пару лет. Да посмотрим. Только я через пару лет очень буду далеко, буду хорошо зарабатывать и сэкономлю очень много. Вот и все. Поэтому я лью и не задумываюсь даже. Мне нравится. И я буду лить во все машины. И сын у меня льет в BMW 520. И ездим, и наслаждаемся. Вот и все. Решение за вами, ребята. А я приглашаю вас на новый бизнес. Удачи вам.